Говорит Степанакерт, столица НКР. Местное время 16.00. Начинаем программу Голос Степанакерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 3 июня. Анонс передачи. В Арцахе стартовал международный футбольный турнир Кунифа. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Вооруженные силы Азербайджана на прошлой неделе нарушили режим перемирия около 220 раз. Армения категорически осуждает шаги Азербайджана по обострению ситуации. Итак, подробности новостного блока. Репортаж Карине Мусаэлян с открытия чемпионата Европы Кунифа-2019. Вечером 1 июня в Степанакерте на центральном стадионе имени Степана Шаумяна состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы Кунифа-2019. Это было грандиозное спортивное музыкальное шоу. С приветственным словом выступил президент Республики Арцах Бакоса-Океан. Хочу выразить глубокую признательность организаторам чемпионата Европы Кунифа, независимых футбольных ассоциаций и всем тем, кто внес свой вклад в дело подготовки этого красивого и важного спортивного турнира. Надеюсь, что спортсмены и любители футбола получат удовольствие от игр. Спорт, в особенности футбол, является одной из исключительных сфер, признанных объединять народы и людей, укреплять дружбу и взаимное доверие между ними, содействовать установлению связей, стимулировать гуманитарные контакты и взаимодействие. С речью выступил и президент Кунифа Пьер Андерс Блин. Он выразил свою уверенность в том, что игры пройдут на достойном уровне, где будет первоначальным честная игра и взаимное уважение. Также он отметил, что за чемпионатом будут следить 370 миллион человек. И сегодня столицей Европы выступает Арцах. Любители футбола, собравшиеся на стадионе, а их было более 10 тысяч человек, приветствовали участников чемпионата 8 команд из разных стран. Затем начался праздничный концерт, где выступили Андре Сирюшо, финалист конкурса «Голос дети Миша», «Голоса Арцаха», легендарный «Джипси Кингс» и многие другие. Небольшой фрагмент из выступления «Живой легенды» Артура Григоряна и Эрны. Субтитры создавал DimaTorzok Финалом вечера стал праздничный фейерверк. До начала финального открытия чемпионата Европы Конифа 2019 состоялась пресс-конференция для местных и аккредитованных зарубежных журналистов. Как отметил президент Конифа Пьер Андерс Блинт, для них большая честь находиться в Арцахе и они очень впечатлены теплым отношением народа. Мы представляем 370 миллионов человек на шести континентах. Наша главная цель – представить красоту Арцаха всему миру. Для нас очень важно влиять на людей и дарить им счастье. В своем слове президент Конифа по странам Европы Альберто Рискио поблагодарил организаторов за большую работу, которую они провели в последние месяцы. Он выразил надежду, что у каждого будет возможность насладиться турниром. Руководитель оргкомитета чемпионата Европы по футболу Конифа 2019, госминистр Республики Арцах Григорий Мартирасян отметил, что в Арцахе ожидается 10 незабываемых дней, которые будут полны культурных и спортивных мероприятий. По его словам, запланировано более 50 культурных мероприятий. «Такое масштабное мероприятие проводится в Арцахе впервые, и мы сделали все, чтобы это был настоящий праздник для всех. Наши цели также отражены в слогане «Открытые двери – сильные ворота», что говорит о гостеприимстве и крепких воротах Арцаха», – сказал госминистр. Отвечая на наш вопрос, было ли давление со стороны Азербайджана помешать проведению чемпионата Европы Конифа 2019 в Арцахе, президент Конифа сказал, «Да, посольство Азербайджана в Германии связалось с нами и сказали, чтобы не провели этот чемпионат в Арцахе. Было также давление и на команды. Но президент ответил, что целью Конифа является строительство мостов между нациями и изолированными территориями посредством футбола, дружбы и культурных ценностей, ликвидации расизма и установления мира на земле». Отметим, что под эгидой Конифа с 2014 года стали проводиться чемпионаты мира и Европы. Первый чемпионат мира Конифа был проведен в 2014 году в шведском городе Эстерсунд, второй – в 2016 году в Абхазии, следующий – в 2018 году в Сомали. Чемпионаты Европы Конифа проходили дважды – в 2015 году в Венгрии, в 2017 году на Северном Кипре. И вот третий чемпионат Европы Конифа 2019 принял Арцах. Проходит с 1 по 9 июня, где принимают участие 8 команд из Абхазии, Южной Осетии, Западной Армении, Сикейского края, Лапландии, Падании, Чамерии, Арцаха. Игры проходят в четырех городах Арцаха – Степанакерти, Аскирани, Мартуни и Мартакерти. Продолжаем новости. 2 июня президент Республики Арцах Бакоса-Океан посетил город Муртуни и принял участие в торжественных церемониях открытия новых детского сада, спортзала и стадиона. В тот же день в райцентре президент наблюдал за футбольной игрой в рамках чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций Конифа. Затем президент Бакоса-Океан принял участие в состоявшейся в общине Норгиташин Шаумянского района церемонии открытия зоны отдыха Ари-Резорт. Президент Саокян назвал развитие сети отдыха в Шаумянском районе одним из важных факторов стимулирования туризма. Президент Бакоса-Океан подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Сипан Милкунян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. В период с 26 мая по 1 июня на линии соприкосновения войск НКР Азербайджана противник нарушил режим перемирия около 220 раз, произведя из стрелкового оружия разного калибра в направлениях Карабахской позиции более 3500 выстрелов. Минобороны НКР сообщили, что только 80 нарушений было совершено в ночь на 1 июня, в ходе которых азербайджанские вооруженные силы произвели около 2350 выстрелов, значительная часть из которых была произведена из снайперского и крупнокалиберного оружия. В результате 1 июня в районе 07.30 в одной из воинских частей, расположенных на юго-восточном направлении, получил смертельное ранение военнослужащий 2000 года рождения Сипан Милкунян. Минобороны НКР, выражая поддержку членам семьи погибшего, в то же время заявляет, что провокация противника не остается без ответа, а последствия будут болезненными. Армения категорически осуждает преднамеренные шаги, предпринятые Азербайджаном за последние три дня, по обострению ситуации, что проявилось в распространении вальшивой информации о собственных потерях, прямых призывах физического насилия в адрес руководителей Армении, публично озвученных в парламенте Азербайджана представителям правящей партии, а также в существенном росте нарушения режима прекращения огня, что привело к убийству военнослужащего армии обороны Арцаха Сипана Милканяна. Азербайджан отмечается в заявлении, распространенном в субботу. Эти последние развития бросают вызов конструктивным усилиям Армении и Арцаха, предпринимаемые под эгидой Минской группы ОБСЕ. Азербайджан попирает свои собственные обязательства, которые взял на себя в рамках последних совместных заявлений, сделанных в 2018 году в Милане, а также в 2019 году в Вене и в Москве, отмечается в заявлении. А теперь спортивные новости. 2 июня стартовали первые игры Кунифа-2019 на четырех стадионах Арцаха. В Степанакерте встретились сборные Арцаха и Сампии. Матч окончился победой Арцаха со счетом 3-2. В Аскеране встретились команды Абхазии и Чемерии. Победу одержала Абхазия со счетом 3-1. Сборная Западной Армении и Южной Осетии сыграли на стадионе в Мартуни. Игра закончилась со счетом 1-2 в пользу Южной Осетии. На стадионе в Марта-Керте встретились команды по Дании и Секейского края. Матч завершился победой по Дании со счетом 4-0. Сегодня встретятся команды Секейский край и Западная Армения. Сампия и Абхазия. Чемерия-Арцах, Южная Осетия, Падания. И о погоде. Во вторник, 4 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 16-20, днем 30-35. Это были все новости. В студии работала Ольга Григорян. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова